Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня замечательный день, у нас потрясающие гости. Сразу два института, двух академий наук. Это Институт литературы Болгарской академии наук, и его, вот, прошу любить и жаловать, директора этого института Елку Трайкову. И рядом со мной директор Института славяноведения Российской академии наук Константин Владимирович Никифоров. У нас презентация трех книг результата многолетнего сотрудничества этих двух научных коллективов. Очень многие из участников проектов здесь присутствуют, и нам это тем более дорого. Наше мероприятие, естественно, проходит в библиотеке иностранной литературы, и Болгария здесь звучит не только в Центре славянских культур, а в первую очередь, конечно, и в Болгарском культурном институте, директор которого, Бориана Ангелакева, также здесь присутствует. Я, наверное, сразу передам слово вам, Константин Владимирович, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые коллеги и друзья. Сотрудничество между нашими двумя институтами давнее, и, собственно, с самого начала зарождения и нашего института мы с Болгарской академией наук сотрудничали. У нас институт такой много профильный, у нас работают не только литература и веды, но лингвисты, историки, и на всех направлениях у нас с Болгарской академией наук, с болгарскими институтами академическими, с болгарскими учеными развивалось благотворное сотрудничество, и невозможно даже все перечистить сразу, но только вот несколько дней назад у нас состоялась, допустим, в институте презентация перевода на русский язык, книги болгарской исследовательной сети Адора Атолевой, Австро-Венгрии и образования албанской нации. Это просто как один из примеров того, недавно с болгарскими коллегами, с институтом исторических исследований, у нас вышло два тома, один том и двух даже книгах, это документы контрольной комиссии после окончания войны, и тоже очень интересный труд, документы, мы вообще очень много работали именно над источниками, над документами, архивные издания тоже занимали очень большую часть нашей деятельности. У нас с самого начала, может быть, самый такой общеславянский проект сотрудничества с 55-го, кажется, года, если не ошибаюсь, это общеславянский лингвистический атлас, в котором участвуют все славянские народы, все славянские языки представлены, в том числе и Болгарская академия наук, институт болгарского языка. Ну и вот, конечно, то, что сегодня у нас презентация, это вот литература веческого направления, последнее наше сотрудничество, три проекта, заняло больше 10 лет это сотрудничество, ну, тут, наверное, скажут те, кто работал непосредственно над этим проектом, более подробно и более точно, ну, вот перед вами вот эти три книги, и я считаю, что это очень неплохой результат за, там, ну, пусть 12 лет, 4 года книга, это, в общем, мне кажется, очень эффективное сотрудничество, но я все-таки умалкаю здесь, будучи историк, мы все-таки не являемся специалистом именно по этой теме, и, наверное, более подробно скажут те, кто занимался именно вот этим проектом. Спасибо вам. Уважаемый профессор Никифоров, уважаемые коллеги, дараги и друзья, и аз счастлива, что сегодня в Москве Институт славеноведения Российския академия наук и Институт литература и Българския академия наук в гастоприемен пространствиета Център славянски култура мы представляем 3 научных сборника, реализиранава и в 3 научных проектов в рамки на 3 научни конференции. Эта проекти били очень успешна и бъл огромный интерес в гуманитарни общности. Эта резултати важны для нас, не толкова потому, что ние отмечают знаки изключително плодотворних взаимотношений между нас, двумя академическими институтами в течение первых десятилетий, динамично изменяющих социални и политически реали нова във века, но и потому, что они продължают многолетни и културно-исторически связи между болгарским и русским народами. Я полагаю, что във фиетем и състицем миси ученых, а съществит диалог, создават интелектуални партньорства, в которой им без политические пристрастия, а чертиват модели и взаимности, объективна и аналитична интерпретират различия, разматриват литературу как пространства, перекрестки, фикции и реалности, художествени утопии и националних стереотипов, теоретически деконструкции и исторически фактов. Именно эта била заложена в качестве займисла наши съвместни работи в таже, в концепции, издани сборникъв. В чем заключится важна сиета книг для современного читателя? Она заключится в том, что сквоз различни изследевателски призми они показывают как трансформируется традиционния, съвременния, эстетически и исторически сюжети, как различния, обществения, социалния, идеологическия контекста оказывают влияние на културни процеси, как они связывают на житейски и творчески биографии российских и българских писатели на протяжение доволна длиндава периода времени, с XVII до XXI век. Более того, они пытают ответить на ряд актуални въпроси. Например, встречаясь в драматические, преломные времена, непременно ли мы, два народи, две литератури, отправляем се в разные стороны? Или геополитика не предопределяет дороги в литератури? Сближает или разделяет нас, наша, общая история? Данное изследование анализируют важни теми для съвременного литераведения, а зависимостях твърца, а личности писателя как институция или как културная эмблема, а маргинални авторах и запрещенних текстов, оставших с не класически границ канона. В широкам интердисциплинарном контексте прокоментирована и проблема и связани с публичния обществени роли писателя в начали периода. А его въявленни лични и творчески реализации 20-та във веки и в нашии съвременности, а помишлене създание национални мифологии и их в субективних отрицаниях, мемуарах и личних архивах, а по удобстве писат литератури в устойчеве и клише, но и по опасности, отрицат имена, събития, образи, катори създают културною памет. Разсмотрение данни, сложни и многообразни проблематики требуют научни почтенности и творческой свободы для това, чтобы изсъздат достоверною научною картину. Все три научни их сборника показвают даже предубежданным читателям, что в моделях обеих литератури, хотя они являются в значителна степени асиметричными, в разных периодах всегда имеют точки съприкъсновения. Уважаеми дами и господа, мне было хотелось, очень много хотелось, въразить свою большую благодарность и коллегиални уважения из усилия главни редактора, професор Умяна Идамяновой и професор Игоря Калиганова, заместител главного редактора, децента Радостин Нарусева, членът редакционни колеги, некатори, к съжаление, сейчас не рядом нас. Уважаеми дами и господа, у меня есть еще благодарность и это для професор Елена Озиньовой, которая на протяжение долги лет активно участвала в это проект и работала с нами. Я думаю, что она была наш добры дух, добры научные дух, чтобы им бъят, сделали эти очень сериозные научные продукты. Год назад, във време, посещение Софии, професора Никифорова, мы договорились, что отметим здесь, в Москве, это тържественное событие, которое мы ознаменуем, это изключително успешные стадии нашей научного и коллегиалного сотрудничества. Мы уточнили, что это 15 лет мы работали. Спасибо вам, профессор Никифоров, за то, что своим большим научным авторитетам вы не толка помогли реализировать эти книги, но ваше лице мы видим это большой друг Болгарии, наш приятел институт литературы. Я думаю, что мы будем работать совместно и в будущем. Большое спасибо вам. И я думаю, что все я сказал, а потом я хочу, чтобы вы снова дали мне думку, потому что у нас есть очень приятный ритейл, который мы проводим в конце нашей встречи. Да, обязательно. Большое спасибо. Если есть вопросы к нашим первым двум выступающим, тогда я бы произвела рокировку и попросила бы выйти на сцену людей, которые уже были сейчас названы, а именно доктор-профессор Румяна Дамьянова. Пожалуйста. Доктор-доцент Родостин Русев и доктор-профессор Игорь Иванович Калиганов. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, я думаю, что сегодня мы не только отмечаем завершение этой серии, так сказать, наших научных заниманий, и сборников. Думаю, что отмечаем 12-летие, так сказать, наших усилий испытать, открыть, вскрыть, рассказать, показать отдельные особенности, закономерности наших многолетних, вековых отношений культурных, прежде всего, культурных, литературных языковей. Несколько слова начали. 12 лет тому назад я разговаривала с професором Георгий Гачевим и ему так предложила, спросила его, хочет ли он стать руководителем одного проекта с русской стороны. Тогда у нас была только идея про одного, чтобы сделать один проект. Мы знаем, что он любил всякие вызовы и там не ответил по-гачески. Ну, румяна. Я не люблю делать концепции и отчеты. Если вы будете делать концепции и отчеты, я съгласен. Я была очень довольна, что он съгласен и должна сказать, что, чтобы он согласился, очень помогла Марина Смоленинова тоже. Так у него бъл предварительные дипломатические разговори с ним. Это было началом. Ну, вы думали с ним проект. Это бъла България, Русия, 18-20 век, представление и реальность. И начали работу, следовали одному алгоритму. Тема, видимо ли тема, потом концепция, потом конференции, организовать конференции и потом сборник. Помню, в одном из первых разговоров Георгий Гачев сказал, может быть, между представление и реальность и румяна, все же подумаем, ест ли взаимопознание или нет. И так решили, что это будет первая наша конференция взаимопознание. И тогда решили проект, у проекта новое название, у конференции, второе название, и вот название, как веряче, будет название сборника. И вот и наш сборник так називается. България, Россия, 18-20 век, взаимопознание. Этот сборник, первый, отражает интердисциплинарную сущность проекта. И основная суть, возможно ли взаимопознание между культурами? Возможно ли. Сквозь такой призмой, то есть мы уже исследовали авторов и судеб. Всякие идеи, теории, поэтики, искусствоведения, езиковедения. В этом сборнике есть раздел, который отмечает наше разставание с Георгием Гачевым. Как вы знаете, он българсакан откривателем нових миров. Я хочу сразу так высказать своя абсолютно благодарность, огромна наша благодарность одного въедущегося русского професора, исследователя, профессора Венедиктова, Григория Куприяновича. Он взял на себя ответственность сделает этот том. Будь редактором, сериозен, чутким редактором этого тома и подготовил его печати и передал печати. Благодаря от него много здоровья. Все время в нашия работе, начало благодарить, так продължу. мы хотим поблагодарить нашего директора Эльги Трайковой, потому что когда я докладывала на наш проект, то есть на ученые, в совет, она всегда поддерживала и оценивала потенциаль идеи. очень рада. Я так спокойна была, что нас понимает профессор Никифоров и всегда поддерживает религиально, так встречает, поддерживает и говорит, ну, вот теперь только что сказала, вы не имеете идею продолжить это. Подумала, то еще, только что мне сказали. Я думала, а может быть, это неплохо, все же подумала до четвертого проекта. Как сказала Элка Трайкова, это наш добрый дух, вот это Елена Узиньова. Я благодарил и о чуткости и стремлени так помочь всегда. Большое спасибо. Хочу поблагодарить къдеще колега Русева, который работал очень сериозно въвремя все, сборника, конференции, все, так, с вниманием, с професионализм, високим уровнем професионализма показал и толерантность к другим идеям. Это очень важно, когда делается коллективное дело. И другой член редколлегии, это Николета Пытова, которая теперь в Лондоне, и вчера позвонила и сказала, чтобы поздравить собрание здесь все. нас сожалеет, что здесь не есть. Ну, это был первый том и начали работать. Второй том, второй проект, уже был в Болгарии, России, 18-21 век, утопия, образы, модели. Если в первом мы искали возможности доказать, существует ли возможность опознать, разговаривать с другим, так, какие рукописи, и все, во втором томе, уже втором проекте, обозначили направление взаимности между культурами, между нашими, между русскими, болгарскими, а вот направление у них есть и пути, и перекрестки. И вот именно так выдумали, что надо так, такова была наша конференция Болгарии, Руси, 18-21 век, пути и распутия. Тогда наш директор открыл конференции в Софии и была, кажется, дневная конференция, очень интересная была конференция. Здесь мы искали уже другие знаки взаимности, вставили как понятие перекресток истории. И на перекрестке истории что случается? И тогда для нас была интересна огромная амплитуда от роли русской дипломати в истории Болгарии, до судьба одной из сложных личностей русской истории Карнилова. Второй том, уже второй проект, руководителем с руски страни стал професор Калиганов. Он и закончил уже третий том и, мягко по-благодарит, его сотрудничество. Хотя, признаюсь, не всегда било легко сотрудничество, но било сотрудничество. било. Било нелегко, но било. И так мы закончили второй том. Третий том это выражение третьего проекта, который у нас уже ест другое направление нашего умисления. Есте, взаимопознание, потом пути и перекрестки. Третий том, третий проект, България и Русия в 18-21 век, стереотипы и деконструкции. Уже мы сосредоточились на другие въпроси, выдумая концепцию, как сохраняется или как изменяется стереотипы со временем. Вот это был и замысел. Деконструкция это именно переворачивание понятий и создавание новых идеи и новых взгляда на историю и на мир. И такова была и конференция България и Русия в 18-21 век стереотипа и деконструкции. И теперь для меня этот сборник это был абсолютный сюрприз, потому что вчера увидела только несколько часов тому назад успела что-то прочесть. У нас уже и третий сборник я с радостю видела имена незнакоме для меня имена Калек который там Никола Русев и кажется Искендеров может быть колеги историки да очень интересния текст Так же текст очень интересен професора Косика Виктора Косика другия просто не успела пречитать но вот ето Фралови тоже ето наличие калия которые которые так заинтересовали свои тексти в этом сборнике это очень радостный факт и подтверждает именно идеи проекта не затухание наших отношений друг к друга а наоборот открытие новых тем иногда заманчивая вот это Никола Русева очень интересный текст был так же Искендер очень для меня были интересны Успела пречитать и предисловие професора Калиганова Так у меня немного възражение Професора не буду все так говорить потому что е так спромта просто А и директор ме сказало что у меня отнимат паспорт если я буду в недрежност так что отнимат паспорт Но две вещи которые може быть так скажу перед вами немного споделите Во-первых ну и аз колеги которые уже не среди нас просто не вживах чтобы мог защититься от критики пример професора Калиганова и кажется очень строгая Камен Михайлов и Крисимир Конч просто так думали что раз их нет тяжело так А второ въпрос он професор Калиганов не прав всущност что у нас в институте был сектор русистики был уже да отдел отдел не се отдел русистики теперь отдел отдела нет но там остались Русин Русев Радуслав Илочева и Рудан Люцканов которые однако вы вчера видели как работят Рудстин Радуслав Илочева тоже а Юрдан Люцканов человек который вечер создал два проекта огромных или три и организовал три русские конференции тридневные как конгрессы русисты из всего мира и из всей России приезжали к нам и было исключительно интересно так что я думаю что вот эти русисты создают они являются ядром секции странительного литературоведения а Христо Манулакев который в другом университете но он тоже сильный русист очень сильный да а Пятен но он естественно участвует абсолютно в всех сборниках в Христо Манулакев и еще защиту так сказать тези которые я оставил руковедитель кафедры русской литературы в университета является членом нашего ученого совета профессор Ангелина Вачева то есть у нас ядро русийское сильное мощное и я думаю что отношения между нашими институтами продължатся а вот профессор Милтинова тоже руководи таким проектом с профессором калигарном так что я не разделяю песимизм и вот этот сюрприз еще так для меня не объяснима заголовка може би заглавение вот ето в сборника я не знаю заглавие но не близка так уж много ето не точно бъл проект не точно бъл проконференция просто надо иметь ввиду что деконструкция не означает просто разрушение ну дорогие колеги и друзья каждая книга дарит радость и давайте так просто обрадоваться и поздравить друг друга с тем завершением этого этой серии этих книг я думаю что эти 12 лет которые активно работали колеги в России колеги в Българии вот эти книги отражают как в зеркало наши души и наши идеи здесь наши души здесь в этих книгах и у нас есть българский писатель Петко Славейков я верю что он сказал так очень интересно он был большим русофилом правда что человек может хорошо же если в жизни оставит одноя меточка и по-български ето решчица я думаю что мы оставили этими трима сборниками хочу поблагодарить всех авторов Българии и в России всех переводчиков с русского языка с българского здесь у вас всех колег которые так активно участвовали в сборниках и конечно спасибо вашему прекрасному городу спасибо Москве она Москва встречает нас всегда так лично мило и вдохновляет спасибо аплодисменты но я тоже хотел бы немножко сказать не только о последнем сборнике а обо всех трех сборниках потому что действительно нежданно негаданно получился своеобразный мегапроект в котором приняли участие 42 исследователя болгарские 42 исследователя болгарские и русские было написано 70 работ два сборника вышли на русском языке потому что у нас они выходили в Москве и у нас есть традиция если они выходят у нас мы как правило все таки публикуем работы болгарских коллег на русском языке тем самым обеспечивая в общем-то большую популярность болгарской науки в мире потому что действительно все таки русский язык знают больше в мире словисты чем язык болгарский это не такой распространенный язык действительно получилось три сборника конец венчает дело слава богу что завершился наш проект у нас наверняка будут и перспективы перспективы потому что действительно сборник он делался комплексно комплексными силами но в первую очередь это касается нашего института института славяноведения потому что это институт комплексный в нем работают не только литературоведы как в институте литературы болгарской академии наука работают и историки и языковеды и культурологи у нас работают и каждый из представителей этих гуманитарных профессий он принял участие со стороны нашего института в этих проектах то есть были привлечены и лингвисты и историки и конечно в первую очередь литературоведы но потом как-то литературоведы даже они уступили место историкам потому что у нас институт переживает смену поколений и потихонечку ну уходят уходят из института уходит наша гвардия которая выполнила замечательную работу и мы надеемся хотя бы отчасти сможет ее продолжить поэтому вот заметился даже определенный перекос у нас историков стало больше чем литературоведов в последнем в последнем сборнике было именно так ну конечно приняли участие и лингвисты в том числе присутствующие здесь Елена Семеновна Узенева молодой наш лингвист Максим Максимович Макарцев приняли участие у нас культурологи то есть не только из института славяноведения но и из других институтов принимали участие это кстати касается тоже и болгарской стороны потому что в создании сборников участвовали представители Шуминского университета Тырновского университета Софийского университета университета Неофитерильского то есть действительно получились вот такие комплексные сборники которые охватывали крупнейшие научные гуманитарные центры двух стран причем не только литературоведческих ну можно выделить несколько направлений в наших сборниках вы уже отчасти поняли что значит это было литературоведение это была история это была лингвистика и в гораздо меньшей степени культурология потому что по традиции у нас культурологов всегда было меньше как правило но в лучшем случае один ну два отсела литератроведа в основном конечно это все-таки историки и литератроведы или наоборот литератроведы и историки о содержании сборников вы уже знаете действительно было хорошо объяснено название первых сборников но вот в отношении третьего здесь у нас конечно возникли со стороны нашего коллектива это не только моя личная инициатива несколько изменить название конференции которая у нас была такая традиция кстати была потому что вторая конференция называлась Пытышта и Кресту Пытышта да болгарское название было в отношении с первой все-таки некоторые изменения было и мы тоже решили изменить почему потому что все-таки в русском сознании слово деконструкция стереотипы и деконструкция воспринимается как разрушение мифов а у мифов все-таки более сложная жизнь как мы знаем мифы не только разрушаются мифы зарождаются мифы мифы и бытуют свято место пусто не бывает если исчезает один миф то вместо него появляются новые как правило они тоже начинают развиваться поэтому это сложные такие феномены общественной жизни которые и так было всегда так было так и будет поэтому нам казалось в общем-то нашему коллективу что такое название будет шире и будет более точнее отражать сущность сборника и если вы ознакомитесь с его содержанием вы увидите что так и есть но можно выделить также несколько пластов и вот те инновации которые принесли этого сборника можно сразу сказать что конечно в этих сборниках есть традиционная часть чисто литературоведческая делали в основном да запев был литературоведческий делали литературоведы но одновременно в общем-то вскрывались какие-то новые пласты на стыках на стыках литературы истории на стыках истории культуры и эти пласты зачастую были они довольно новыми и они окажутся ну очень свежими для русской аудитории например такой очень важный пласт как присутствие в Болгарии белой эмиграции которая внесла значительный вклад в развитие культурной жизни в Болгарии то чего о нем о чем мы раньше не знали потому что вы знаете что говорить и писать о белой эмиграции в течение многих десятилетий в советский период это было табу а здесь скрылся вот такой огромный пласт и сравнительно маленькая группа русистов она действительно смогла сделать очень много вот вчера в институте была презентация и были названия книг которые выпустил институт литературы это действительно там есть например указатель периодики которая существовала у белой эмигрантов это самая белая эмигрант и вы знаете мы о некоторых знали только в негативном смысле потому что я беру сейчас более старое поколение молодежь совсем не знает этих имен а более взрослое поколение пожилое поколение например такие фамилии как Кутепов кто Кутепов вот сразу возникает Кутепов это это палач настоящий это белый зверь это пофильм а оказалось что совсем другой человек и масса людей фамилии которых были такие бячные фамилии абсолютно вдруг они оказались очень деятельными очень культурными людьми и действительно внесшими вклад большой в развитие и болгарской и русской культуры потому что здесь происходил стык культур взаимное опознание болгар и русских или например представители русской интеллигенции тоже о которых раньше не писалось такие как эмигрировали профессор Михаил Григорьевич Попруженко Константин Мочульский они преподавали преподавали в Софийском университете и в других Петер Бициллик сейчас кстати вот в институте славянной вышла прекрасная книга написанная исследователем может быть еще болгарские коллеги не знают Михаилом Абрамовичем Бирманом и Петре Бицилли он написал целую монографию вот он в Израиле сейчас он пенсионер написал прекрасную книгу на богатых архивных материалов понимаете вот скрылся такой огромный пласт или начали вскрываться такие пласты в общем-то о которых тоже раньше не говорилось например русофобия истории русофобии как она возникла в Болгарии откуда ведется летопись русофобии как она развивалась какие новые формы они принимают здесь много сделал в общем-то наши исследователи и болгары с одной стороны сделали и наш исследователь Виктор Иванович Косик у которого есть большая статья такая во втором сборнике у него есть вот посвященные истории развития русофобских воззрений в Болгарии все это конечно вот такие пласты они несколько необычные хотя здесь очень часто бывают перехлесты вот меня так сказать здесь покритиковали что я очень строг но я старался быть объективным понимаете все-таки но нельзя молчать тогда когда уж совсем противоречит исторической личности исторической действительности факты которые приводятся об этом молчивать нельзя нельзя занимать позицию страусов которые прячут голову в песок ничего хорошего из этого не получается но мне кажется что сборники в общем-то вызовут интерес я надеюсь что появится в рецензии как в Болгарии так и у нас вот и я надеюсь что читатель встретит их с интересом но это будет самая большая благодарность нашему труду и тех усилий которые мы вложили в создание этих трех книг спасибо за внимание я забыла сказать вот по словам профессора Калиганова очень благодарна Фроловы было рецензии на первый сборник здесь в Москве вышло да у нас в Болгарии теперь выходит рецензия сделанная для второго сборника от Дечки Чавдаровой так что тоже интерес есть уже приглашение чтобы сделать обзорную рецензию для всех это списание журнал язык и литература так что думаю что можем конечно ожидать что как наша общественность оценить труд конечно и здесь и у вас и у нас так вот это очень важно я забыл еще сказать в общем-то и о том здесь говорили что вот я высказал пессимизм в отношении развития отношений но действительно вот это не пессимизм а это тревога я именно так это называю тревога по поводу состояния наших связей вы понимаете все-таки мы должны принимать во внимание что отношения между Болгарией и Россией они строятся не только на чувствах простых людей большая часть которых испытывает взаимная симпатия это еще и политики которые делают погоду и здесь конечно но большая опасность все-таки она идет скорее со славянского юга со стороны Болгарии чем со стороны России которая оттолкнет Болгарию Болгария вступив в Европейский союз и в НАТО она пожертвовала частью своего суверенитета те решения которые принимаются в Болгарии они всегда не зависят от воли большинства Болгар и более того они не всегда разумны с экономической и политической точки зрения все мы помним что недавно было ну сравнительно недавно с исторической точки зрения решение по в начале южному потоку вы помните да когда в Болгарии в начале вроде бы согласилась а потом натиск и отказ от потока и к чему это привело привело это к тому что в конце концов те в Европейском союзе кто были против те кто были против этого проекта они стали выгодоприобретатели и бенефициарами потому что хаб северного потока будет у немцев а южного потока будет у турок разве лучше бы разве не лучше бы было если в Болгарии бы находился этот хаб а не просто ответвление патрубок от этого южного потока то есть Болгария приняла решение которое противоречит ее национальным интересам то же самое понимаете это касается и взаимоотношений двух стран потому что многое зависит от СМИ мы знаем что в Болгарии существует значительная партия русофилов есть даже специальная там около 30 тысяч человек специальные бывают встречи русофилов которые где-то в районе Казанлыка бывают весной но вы понимаете дело в том что голос этой партии он совсем не слышен потому что ну соберутся они ну да действительно там замечательные встречи носталгирования потому многие из них были в России многие имеют смешанные браки понимаете и на этом все кончается потому что реальное все-таки реального печатного слова о том что творится в России в Болгарии нет была такая очень хорошая газета которая называлась Русия Днес она выходила раньше она была в четвертом зале библиотеки Кирилла и Мефодия в открытом доступе потом ее принесли в маленький газетный зал а потом в кезках ее купить невозможно а теперь ее спрятали вообще нужно специально заказывать газета кстати была маленькая но очень хорошая компактная и по ней я узнавал многие интересные факты о взаимоотношении болгар и русских вот оттуда даже здесь так сказать у нас как-то это терялось так сказать в информационном поле этой газеты нет понимаете так что многое зависит от политиков и это влияет конечно и на научные отношения как они будут развиваться в том числе между Болгарией и Россией вот Польша которая имеет хорошую вроде бы такую репутацию русофобской страны она продолжает великолепно развивать научные отношения с Россией есть представители польской академии наук в Москве постоянно поляки проводят конференции приглашают к себе а с Болгарией у нас был такой период когда практически отношения почти были свернуты и вот так сказать в этом опасность есть почему так сказать я вырызил тревогу по поводу того что исчез отдел который ведал русской литературой потому что понимаете дело в том что ну да мы знаем что Элка Трайкова она занимает такую замечательную позицию на укрепление связей мы знаем что она была рецензентом второго сборника но директора меняются неизвестно кто придет дальше и одно дело вы понимаете вот пришел другой человек изменилась политическая атмосфера в стране и уже спокойно сворачиваете эти связи и даже никто этого не заметит потому что люди уходят или их уволняют это не ликвидация отдела не ликвидация структурного произведения все можно сделать втихую вот о чем так сказать была моя озабоченность тем что творится вот спасибо дорогие идеология показать показать суть показать факты показать наши отношения и вскрыть место культурной памяти для русских и для болгар вот это в сути нашей нашей работы и поэтому я так реагирую на то в этом предисловие это мое последнее предложение то о чем вы сказали да нет потому что Кресмир Кунчев Камень Михайлов уже не в живых они не могут защититься видите Кресмир Кунчев он этнически болгарий с Волской Болгарии там жил 20 лет его мать там Камень Михайлов вскрыл вот эти факты которые здесь в Москве находятся ну поэтому так все же надо реагировать но конечно все но факты же должны интерпретироваться это просто показат факты наша интерпретация но это но это субъект 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 думал что коментирует субъект значит факты не може быть коментирует конечно да но да ну я думаю что все вы понимаете что когда почти одно поколение пришло в совместных работах 12-13-15 лет мы вместе работаем получаются таких получаются такие всегда непонимание может быть расхождение это была тема первая тема которую я хотела предложить встречи и расхождение однако оказается что может быть представление реальность так получива и разжавят наши отношения но будьте здоровы и читайте с интересами три книги очень красивые и добрые и хорошие вот уже даю слово Дорогие друзья мне чрезвычайно приятно присутствовать на этом событии организованном нашими любезными хозяевами из Института славяноведения Российской Академии наук мои коллеги уже сказали многое в сборниках о нашей работе спорили я не буду продължать мешаватся в их спор но различайте мне тоже несколько слов о нашей работе 13 лет назад в 2006 году Румяна Дамянова пригласила меня присъединиться к ее новому проекту България и Русия представление и реальность она ей удалось меня завлечь своими неожиданными идеями своим умением находить темы содержащие глубину и вызовы таким образом это ее детище я так могу сказать стало и моим тогда я не предполагал что все так разрастется это действительно стал мега проект я думаю это точное название того что мы с вами сделали три конференции международные три сборника и это все говорит многое о нашей работе как автор мне передо мной открылась возможность рассказать о том о чем я исследовал последнее время это были русско-болгарские литературные диалоги в 20 веке и во всех своих статьях я рассказал об одном из этих русских отражениях русских отражениях в болгарскую литературу в первом русском влиянии и болгарском символизме в частности в лирике Теодора Троянова во втором русском эмигрантском присутствии болгарской литературной и культурной жизни это является продолжением того процесса который начался во время болгарского возрождения и связан с усилением русского влияния в Болгарии а во третьем сборнике я попытался рассказать о тех наших взаимоотношениях на грани второго и третьего тысячелетия этого кризисного периода для наших литературных культурных взаимоотношений отношений как съставитель как редактор этого сборника не посчастливо познакомиться поработать поработать пообщаться с прекрасными российскими колегами разрешите мне назвать имя на некоторых из них Григорий Гачев Григорий Венедиктов Нина Панамарьова Марина Смоленинова всеята прекрасни колеги прекрасни ученые прекрасни люди Хачувай разит свою благодарность руководствам двух институтов и директор Кънстантин Никифоров и зам директора Елена Озиньова и наш директор Института литератури Елка Трайкова они оказывали нам всякую поддержку полное понимание это было очень важно для нас как все мы авторы и составители редакторы этих трех сборников прошли очень длинный я мог сказать и тернист и путь но я сильно надеюсь что наши усилия не были напрасны но увидим спасибо большое спасибо дорогие коллеги если у кого-то вопросы или может быть кто-то из участников сборника присутствующий здесь тоже что-то хочет сказать можно пожалуйста я бы хотела вас поблагодарить за замечательные сборники я их читала и каждая статья для меня тоже была определенным открытием настолько увлекательный мир открывался мне как читателю у меня такой вопрос вы затронули действительно очень важную тему в соотношении литературы и политики понятно что политика в какой-то мере определяла образ наших стран и образ России и Болгарии и образ Болгарии в России как на ваш взгляд как подходить к такому материалу и означает ли то что например если политическая идеология находилась свое отражение в публицистике и в литературе того времени то означает ли это что таким образом мы имеем дело тоже с определенным пластом культурной памяти на ваш взгляд представьте меня зовут Анна Табагаева я аспирантка кафедры истории русской литературы МГУ благодарю вас коллеги кто-то хочет ответить вы правильно сказали что вот эта политика определяет в большой степени но все же идеология литература искусство все это отдельные сферы нашего человеческого познания а политика это механизм управления кажется есть какая-то разница и конечно что я всегда политика можно так сказать но не через сквозь политику мы будем читать а сквозь традицию сквозь культурную память это для нас важно чтобы у нас был призыв в 70-е годы в Тон Шажечева вперед к традиции это очень важно так посмотреть и его назвали консервативной утопией а вот теперь я знаю что вышла книга в России консервативной утопия значит мы все же каким-то путем возвращаемся возвращаемся и это очень важно к традиции и если бы мы положимся на традицию то думаю что не будут сюрпризы неприятные ну это дело науки отвечать на вопросы задавать вопросы и находить ответы благодарю может быть Нина Николаевна Марина Геннадьевна вы несколько слов скажете об этой работе которая закончена Марина Марина ну что я могу сказать что слава богу что был такой период и дай бог чтобы это продолжалось хотя верится с трудом потому что много препятствий в таких начинаниях во-первых нет таких продолжительных плодотворных командировок они сегодня очень краткие и скажем не дают возможности много работать в архивах и тем не менее то что мы издали эти три сборника даже в эти трудные времена когда начались более сложные отношения в связи с Евросоюзом и в связи иногда с фальсификацией истории даже вот в наших этих трудах пока эти сложности взаимоотношений между странами взаимоотношений политических не перешли в культурную область но в на конференциях мы периодически сталкиваемся с тем вот в прошлом году мы скажем были в Софии в Софийском университете на конференции посвященной 140-летию освобождения Болгарии и что же мы услышали на пленарном заседании доклад некоего ученого Митева из университета который говорил что русско-турецкая война 1877-1878 года это была не освободительная война а захватническая оккупационная да были ученые а но конечно мы в своих докладах опровергали эту фальсификацию истории и не только мы но есть в Болгарии профессионалы которые опираются на источники и они тоже имеют иную точку зрения чем этот Митев но я хочу сказать что если мы будем продолжать подобного рода сотрудничество то наша задача говорить правду вот и все что мы и стараемся делать поэтому дай бог чтобы наши научные связи и культурные продолжались и я думаю что культура она часто над политикой и она это наша задача чтобы мы несмотря на политические какие-то сложности которые иногда возникают говорили правду и опровергали фальсификаторов то есть лжеученых вот поэтому я поздравляю всех нас с выходом этих трех сборников это очень большое дело и именно оно было в этот период когда всякие были сложности и вопреки этому эти сборники несут очень интересную научную информацию здесь я бы сказала много таких научных открытий здесь давалось право каждому автору говорить свою точку зрения свое понимание явлений излагать поэтому думаю что и в рецензиях и в продолжении наших научных работ вот это будет такой трамплин очень удачный на который мы будем ориентироваться с которым мы будем идти дальше в науке спасибо благодарю марина геннадьевна смоленинова еще коллеги тогда я не могу не дать слово доброму духу этого проекта елена семеновна пожалуйста попросить слово с тем чтобы закончить на позитивной ноте мне кажется сам факт нашего сегодняшнего мероприятия есть лучшие доказательства того что ничто не мешает нам сотрудничать творить созидать и заниматься наукой я хотела выразить свою искреннюю признательность нашим болгарским коллегам которые такой представительной серьезной делегации приехали в москву нашли для этого время силы и средства как мы знаем это очень важный фактор нашей жизни и поблагодарить директор института литературы баннелку трайкову за то что она приехала с официальным визитом в Москву впервые для нас это очень позитивный знак ее отношение к сотрудничеству с Россией мы в этом видим поддержку и признание значимости тех достижений которые были уже сделаны и достигнуты за прошедшее время и надеемся что и дальше она будет поддерживать наше совместное сотрудничество оно возможно будет развиваться в разных формах не только в конференциях может быть в вебинарах мы перейдем на новый уровень общения обмен дигитальной информацией архивами и так далее поэтому благодарю также и центр славянских культур в лице Юлии Анатольевны который который благотворный сказывается на наших презентациях и за то что открывает свои двери всегда с удовольствием для любых начинаний от института славяноведения ран и такая приятная атмосфера и замечательная аудитория самая разная не только ученые сюда приходят чтобы знакомиться с нашими результатами и надеемся что сотрудничество это будет продолжаться и столь же успешно благодарю всех благодарю Елена Семеновна коллеги мне кажется что сейчас пробил еще пожалуйста да еще спасибо вам дорогие друзья когда я говорю дорогие друзья это очень искренне я очень люблю свои русские друзья я очень очень люблю русские болгаристы и у меня не стыдно и у меня большое сожаление что я не говорю такой прекрасный русский язык как они говорят болгарский язык извините меня а вопрос политики и литературы у меня есть мечта моя мечта чтобы профессор Никифоров и я могли бы влиять на газовый хъб и тогда я думаю что институт славеноведение и институт литератури у нас не будут никакие финансовые проблемы и так далее я думаю что мы будем очень очень счастливы и что у нас будут наверное такие проекты самые лучшие будут самые лучшие книги но наверное это никогда не получится и это говорит что литература и култура к сожалению не влияет геополитики у меня сейчас это мисия мисия българского председателя председателя българской академии нук чтобы я сделаю это с огромное удовольствие и вот сейчас на сетне я позволю говорить по-български язык что надо сделать сейчас наш прекрасный българист Нина Пономарьова лауреат самое большое отличие български академии нук это отличие профессор Марин Дринов с Лентей а почему она получила за эти люди вас вебе наверное все знаете но я вам скажу и вам скажу по-български тя е един от най-големите изследователи на българската литература нейната дейност започва още през 1959 година когато в съавторство създава първият българо-руски речник който и до сега се използва тя е един от най-добрите изследователи на българската проза и на българската драматургия прави изключително интересни анализи с методите на съвременното през 70-те години на 20-ти век литература знание с психоаналитични методи изследва социологията на литературата нейните изследвания се цитират и до днес от българските изследователи също така тя прави много концептуални предговори към изданията които се превеждат на български език на водещи български литературоведи и на писатели нейните заслуги към българистиката в Русия и към русистиката в България са неоценими това дава право на института за литература преди години да я предложи да бъде носител на това изключително високо отличие на Българската академия на науките а пък аз за постечение на обстоятелствата имам честа и удоволствието да го включа да го връча днес пред вас сега заповядайте за да връчим Спасибо. Я хочу сказать, что я была удостоена этой великой награды много лет назад. Для меня это было событие, событие жизни, событие важное, которое повлияло на меня. Почему? Потому что все-таки мое творчество было оценено за 50, более чем полвека. Если можно так сказать, мое служение в Алгарии, в алгарской культуре, литературе, драматуре и так далее. И это было много лет уже тому назад, и это было для меня действительно событие. Такое событие, которое, в общем-то, останется еще в моей жизни. Но вот это, то, что вот это, теперь этот наград, это тоже большая для меня радость. И я очень благодарна вам. Пожалуйста, берите мою такую глубокую и очень искреннюю благодарность вот за эту радость. Это просто большая радость. Благодарю вас. Я хочу сказать, что да, действительно, там сказано, что с 57-го года я просто работаю в институте славянное ведение. Без перерыва, с 57-го года, ну и, в общем-то, до того времени, когда, в общем-то, перестала быть в институте. Вот, но моя вот такая, мое такое служение, не служение, но, во всяком случае, Болгария стала для меня бесспорно вообще второй, так сказать, родиной, если вы хотите, еще раньше, с первого курса университета. Еще все это зависит. И я сейчас не работаю в институте, но все равно, все равно я остаюсь в кругу всех вообще событий, и событий не только культурных, но и политических, как и угодно и так далее, которые происходят в Болгарии. Я не могу оторваться от этой страны, которая для меня осталась сегодня. Я думаю, что у вас есть болгарские сердца. Ну, сейчас я не удивить ее, но в нем, конечно, Болгария занимает значительное место. Спасибо большое. Спасибо большое. Дорогие друзья, всем еще один подарок. Это каждый из присутствующих может взять на память себе книгу, которую вот как раз завершает, которая завершает вот этот многолетний труд. И приглашаем всех к столу. Благодарю вас. Продолжение следует...